Аплодисменты Я люблю проводить стендапы Это дает мне возможность увидеть мою аудиторию Пообщаться с вами Потому что после стендапов вы Подходите и говорите мне что-то И некоторые вещи я не особо понимаю Насчет вас Ведь в итоге вас очень много И вы сюда пришли Вы смотрели старые видео на канале Вы видели новые видео на канале Легендарные в узких кругах Две части качественного контента Качественный контент Я вижу знакомые лица в зале Вы были на первом стендапе в Москве Скорее всего вы были на Разогрею в Москве у Юры Вы видели мой легендарный второй Бля нахуй Юл стендап Ну короче это очень круто Среднероссийский блогер Среднероссийский блогер Я в анонте немножко приврал Это не я на самом деле придумал Так меня окрестил один паблик Очередной паблик про ютуб Причем такое понеоближение Я заметил только по отношению к себе И если про других там было написано Чмурашиного выпустили новый прант Который набрал 1 миллион просмотров за сутки Всем срочно смотреть Там известный комик Юрий Хованский Выпустил новый проект Потерявшись в джакузи Хованский берет новую планку качества То про меня они написали Среднероссийский блогер Кузьма Гризн Выпустил новое видео на своем канале Йоу Первый и первый коммент был И самый залайканный был Кто это? Шестой И последний Был написан моим подписчикам Да вы че? Это же Кузьма Я такой Даааа Пацан смотрит видосы Решил зайти на его страницу Посмотреть Кто это? Единственный человек Который вступился за старого доброго Кузьму Мой паблик у него висел на первом месте Йоу Если ты снимаешь Да Отстой Ты отстой Трограмма 15 секунд Ну ладно Респект Да На чем я там остановился Блядь Теревай быстро память Паблик, подписчик. Да, паблик. Я зашел на страницу своего единственного подписчика, который защищал меня в комментариях. И мой паблик висел у него на первом месте. Я такой, да, чувак, шарит. После я решил провести анализ всей своей аудитории, потому что сейчас все блогеры занимаются подобным. Ведь это очень важно. Нужно посмотреть удержание аудитории на видео, среднее время просмотра и прочие такие важные параметры. Обычно это делается с помощью каких-то специальных, профессиональных, программных. Я такой, ха! Посмотрю сам. И начал анализировать страницы, страницы под моих подписчиков ВКонтакте, в паблике. Я посмотрел страницы. Вы должны понимать, я человек очень деловой и занятой. У меня каждая минута, она буквально прописана. Во-первых, мне нужно постримить контурные карты. И, йоу, я знаю, что я миллион раз говорил вам об этом, но по пятьдесят человек все равно смотрят, я не... Они не такие уж скучные. Иногда там бывает весело. Подстримить контурные карты, потом я... Че я там еще делаю-то, блядь? Пахавать шагу на камеру, конечно, конечно, пахавать шагу на камеру. Йоу, вы не против, если я немножко поговорю о шаге? Йоу, все мы любим шагу, все мы любим шагу. Шаверма! 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 Донер! Кипап! Как много у нее имен! Каждая из них уникальна, как звезды на небе. А что такое вообще? Шаверма! Шаверма! Лаваш! Мясо! Овощи! Соус! Секс! Секс! Почему бы... Почему бы и нет? Идешь в летний ясный день, хочешь убить себя! Бля! И выведешь привязку шаверма! И везде фотографии кипапов расклеены! Причем одного и того же кипапа, бля! Такой же принцип, как с проститутками из интернета! Вроде как, в твой женский идеал, а в итоге структура тварь! Секс! 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 Когда-нибудь... 2007 год! 2007 год это... год субкультуры, субкультуры, новой волны. Начали появляться в России и даже уже укрепились такие, как Эмма всякие, металлкорщики и прочие интересные личности. И 2007 год был посвящен этому. И у вас клевое время, вы такие, бля, я люблю блогеров! Есть какие-то смешные блогеры, есть какие-то умные блогеры, есть интересные блогеры. В общем, есть чем заняться на ютубе. Я же в 2007, бля, люблю блейзер! Есть зеленый блейзер, есть синий блейзер, красный легендарный блейзер. 2012 год это... год конца света, об этом все говорили. Йоу, конец света! Майя написали! Майя написали! А вот 2016, ведь когда-нибудь, когда-нибудь вы вырастите, и у вас будет ваш маленький сынишка. И он вот такой... Слышь, папа, а че было в 2016 году? В 2016 году... В 2016 году... Гамонкул! Папа кушал шайверму, но он никогда этого не поймет. Только мы, только мы, только мы наше поколение будет понимать. У нас будет в ностальгии. У нас, типа, если раньше вспоминают 90-е годы, мы такие... Да, раньше все хавали шау. Вот было время! Когда-нибудь кто-то умрет от переизбытка шавы, и скорее всего, все это лавочка... ...прикроется. Я импровизирую, не смотрю на текст, это может вам показаться. На самом деле гениальный пианист просто. Не хочу играть, не хочу удивлять вас. Итак... Я как батя, которого стесняется родной сын. И тяжелее всего, наверное, меня смотреть школьником. Потому что я представляю, как на перемене их одноклассники, типа... Бля, чувак, ты видел новый пранк от трека Мугафо? Бля, пацанам хотели ноги сломать, но... Бля, они все равно сделали это, они все равно выложили это видео, они сделали все ради пранка, ё, все ради пранка! Второй чувак ему говорит... Да, братан, очень, конечно, интересно, но я вообще-то смотрю только поперечного. Это единственный адекватный голос на всем русском ютубе. Мне вот это все обезьяньи выходки совершенно не интересны. А ты кого смотришь, Миша? А, я? Да никого я не смотрю. Я вообще в интернете, на самом деле, не сижу, собственно. Бля, нормально, я еще раз гляну, все нормально. Мои зрители вечно мной разочаровываются, потому что это, наверное, пошло еще со времен переводов, когда я брал какой-то сериал и в итоге не доделывал его. И все в этот момент такие... Бля, Кузьма! Как бы... Вначале это всех вводило в некое недоумение. Но вот после того, как я снял собственный сериал, и тоже не доделывал его, все такие, ну да, так и работает этот канал. А комменты? Че? Футбольная школа Кузьмина. Йо, все любят футбольную школу Кузьмина? Да! Мне нравится... Во всем зале была достаточно резкая реакция на это. Но вот только тут девушка, она такая... Ну да. Хороший проект был. Я спокойно. Да, понятно, понятно. Я раньше забыл вырезать неудачные дубли из видео, это вообще была лютая дичь. Потому что в этот момент, когда меня, наверное, смотрел старый подписчик, он такой, блин, Кузьма, имеешь совесть. Вроде как 200 тысяч и все равно неудачные дубли появляются. Но я, 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 я на самом деле не отчаиваюсь. Воспринимаю это все как... Как хардкорную игру на Сеге. Да? Меня достаточно сложно смотреть, это трудно делать. Юмор на канале бывает очень специфичный. После некоторых видосов у людей остаются вопросы. И воспринимать это как хардкорную игру на Сеге. Но не... Не хорошую игру на Сеге, а такую. С боссами-ортолётом. Нет, нет, нет. Которая долго на прилавке стоит. На которую нужно немножко подуть, прежде чем начать в неё играть. Некоторые уровни без паралей не пройти. А всё из-за того, что... Фирма Типлер клеила наклейку качества на эти картриджи. И мы в 90-х годах думали, что это оригинальное производство от фирмы Дэнзи. Много киномада людей ставить в зале? Киномада! Йоу, пошумите, бля! Я, почему вы самые малые, сами понимаете. Обещал себе поменьше ругаться матом, а то людей это очень сильно задевает. Слежу за своей речью. Вообще ни одного мата хотел, чтобы не было со сцены произнесено. Ну, чего поделать. Разнельничался немного, потею, блин, жуткий. Эм... Да! Всегда думал о тем, как выглядит новый человек, который подписывается на мой канал. Он, наверное, такой что-то в стиле... Блин, ну, этот Кузьма достаточно отдельные вещи говорит. Я, конечно, не совсем согласен с тем, что он говорит. Но все-таки дам ему шанс и я оставлю подписку на канале. Через несколько месяцев он уже выглядит как... Как клиент, которому нахаркали в суп. Господи, Кузьма! Совершенно не согласен! Йоу, вообще не в точку! Ну, даже... Еще, еще, еще несколько таких видео. И я отпишусь от твоего канала. Через несколько месяцев он такой... Бля, в пизду этого Кузьму. Пойду хвана гляну, к нему вроде как леки и в густе зашел. АПЛОДИСМЕНТЫ Девушки. Девушки, вас тут мало. Вас тут мало, девушки. Даже очень. Обычно интернет-блогеров ругают за то, что у них на стендапах присутствуют одни девушки. Это тем самым дискредитирует их как стендап-комиков. Но вот тут ситуация совершенно другая. Девчонки. Оглянитесь вокруг. Вы та немногочисленная женская аудитория, которая смотрит мой канал. У-у-у! Это как женщины с очень специфичным вкусом, которые с зэками переписываются. АПЛОДИСМЕНТЫ Впервые за всю стендап-карьеру приходится не выпрашивать аплодисменты. Они сами появляются. Ну, я старался, я старался, да. Я, на самом деле, как я уже сказал ранее, я проводил анализ своей аудитории. Я все-таки серьезный блогер, как никак. У меня времени слишком мало. Я проводил анализ аудитории, в том числе и женской аудитории. Я смотрел на все ваши странички, которые были на встрече. Ну, йоу, ради анализа вы не подумайте. Узнал? Узнал, чем вы увлекаетесь? Чем вы живете? Где вы живете? Когда нет золота? Где лежит золото? Чего? Когда нет дома и где лежит золото? Йоу, парень на коников похож, зацените, реально копия. Когда-нибудь Гриша похудеет и станет выглядеть как ты. Никогда. Йоу, недооценивайте его, у него получится все. Я, самое грустное во всей моей деятельности, что у меня происходит, это когда меня узнают. Я, нет, я не гоню. Типа, мне нравится, когда ко мне подходят, спрашивают, типа, вот Кузьм... Да, я, кстати, так и не отпил. Простите, но очень горло пересохло. Надеюсь, вы не против. Простите, но очень горло пересохло. Эй, Йоу, все готовы к просвещению? Йоу, Иисус вас любит, братья! Выходи, брат! Выходи, брат! Я не люблю, когда меня узнают на улице. Не потому что, типа, мне это не нравится самому. Мне это не нравится, когда меня узнают на улице, но при этом ко мне не подходят. Потому что я всегда замечаю, когда меня узнают, человек меняется в лице. Он начинает улыбаться, у него меняются подходы, у него меняется походка. И я такой, вот ты попался, гандон. Иду такой в стиле, ну давай, подходи, сделаем это. Сделаем пару фоточек в Инстаграме, выложишь, получишь лайки. Давай, скажешь мне, что я должен получить блог, скажи, этот странный лево. Давай, сделаем это, давай, давай! Йоу, 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 куда ты уходишь? Нет, погоди, 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 погоди. Ублюдок. Через несколько минут приходит другой чувак и говорит, Бля, передай ховану, что он вообще красава! «Давай, удачи Максона». Я, кто сказал, молодец? Молодец! В Минске я открыл стендап. Вы все такие нарядные сегодня. Да, это был пиздец какой-то. Хуже выступления, наверное, у меня никогда не будет, чем в Минске вчера. Ебать, одни парни такие в пизду и ушли. Как вчера? Надень, перенесли позов вчера. Да, йоу, пришел приятный Ильдар. Приприятнейший человек, должен вам сказать, привел своих друзей, которые орали весь концерт и мешали его проводить. Я вообще в этом плане очень люблю Москву. Вы, типа, меня очень хорошо принимаете, мне это нравится. Хотя я должен признаться, я петербуржец. И вы должны кое-что понимать, я... Окей, я петербуржец, наверное, в миллионном колене. Мои, блядь, деды в этом болоте лежат нахуй и гниют. Я всю жизнь живу в Петербурге. И у меня генетически просто заложена ненависть в Москве. Но мне нравится в Москве. Йоу, когда я приезжаю в Москву, я такой, блин, я счастлив. На улице всегда хорошая погода. Меня никто не хамит, никто мне не грубит. Столько приятных людей меня знают. Все такие, Кузьма, заходи к нам в гости, заходи к нам в гости. Я такой, да, Москва это хорошо. Но как только я пересекаю границы у Москвы и Петербурга, и я такой, о-о-о-о, любимое болото. Когда я приехал в прошлый раз из Петербурга в Москву, я из Москвы в Петербург, я шел по вокзалу и вижу напротив меня идут каких-то два, не знаю, упыря каких-то темных. И я такой, о-о-о-о, великое добродушие, о котором так говорят в Петербурге. В итоге ловлю такси, сажусь туда, и в тот день капал дождик. Ну, а вы знаете, не этот, бля, пасмурно-ванильный дождик. Хорош. Но не этот пасмурно-ванильный дождик, о котором говорят. О, Петербург, это пасмурная погода, это дождь, это кофе. Там, не знаю. Нет, капал такой мерзкий дождь, бля, знаете, который неприятно капает, будто китайская пытка тебе на лоб капает. И когда я ехал на такси, типа, была ночь, была ночь. И я смотрю вокруг Петербурга, и типа, бля, здания все рушатся. Бля, штукатурка везде падает, как... Весь город выглядит, как мертвый. Вообще считаю, Петербург город, на которого забили. Типа, перенесли столицу из Питера в Москву, и такие, нахуй этот Питер, бля. Че хочет, то и пусть и делает, насрать. Да, люблю Москву, люблю Москву. Бля, пошумите еще раз, да, вот. Бля, ничего. Недавно я узнал, что я очень плохой человек. Меня отовсюду выгоняли. Я вот так подумал вообще про свою жизнь, и типа, меня выгнали из моего первого детского садика за то, что я очень плохо себя вел. Из первой школы меня выгнали тоже из-за того, что я плохо себя вел. Во второй школе мне дали ясно понять, Гридин, вместо четырех экзаменов, которые сдают все, ты будешь, бля, сдавать восемь. И я тебе гарантирую, что даже если ты сдашь эти восемь экзаменов, ни одна школа из школ в Петербурге тебя никогда в жизни не примет. Когда я пошел в ПТУ? ПТУ рули! Ай-яй-яй-яй-яй! Йоу, в ПТУ учат жизни. Там не учат специальности, там учат жизни. Понял меня, пацан? Йоу, в ПТУ я научился курить за полминуты. Автомеханики дерзкие. Приходят, бля, стреляют в сигареты. Они же, бля, здоровые кабаны все. Я им ничего никогда в жизни не сделаю. Был у нас один огромный такой Денис. Бля, грин, дай сигу, блядь. Держите, мистер Денис. Меня отовсюду выгоняли. Я очень плохой человек. Я, я, я не знаю, я такой же плохой человек, как ваш дядя Толя из провинции. У всех есть дядя Толя из провинции, которую мать вообще надухно переносит. Типа, дядя Толя настолько отвратительна, что его вообще никуда не зовут. Не на какие-то же... Только на самые важные даты, типа, бабушка умерла. И дядя Толя подонок. Он никогда не привозит клевых подарков. Всегда какие-то, бля, отстойные подарки. Типа, ты ожидаешь, что будут клевые сладости, типа, типа, Сникерса, Марса, там, не знаю, баунти. А дядя Толя привозит их русские аналоги. Типа, батончиком паркур. Батончик вихрь. Или, знаете, этот уебок такой, я тебе привез, сын, я тебе привез конструктор. Я такой, Лего, Лего, охуеть! А в итоге, бля, сраный ок. От которого, бля, настолько воняет краской, что думаешь, дядя Толя, «Какая же ты мразь все-таки!» «Ненавижу тебя! Лучше бы ты умер вместе с бабушкой!» Я думал над тем, что... Как будет вообще выглядеть весь русский Ютуб через лет 20? Типа, как мы все опошлимся? Ведь русский Ютуб будет выглядеть, как русская эстрада... Блядь, он уже выглядит, в принципе, как русская эстрада, если так поразмыслить. И вы просто представьте, «Дамы и господа, на сцене Хузьма Гридин!» И уже не будет такого красивого юноши, которого вы видите сейчас. Если ты живешь, конечно. Да. «Йоу, братан! Я лысею, зацени!» И ты когда-нибудь полысеешь. Будешь... Кто? Йоу. Когда начинаешь лысеть, все, ты начинаешь умирать. Нет, от облысения никто не умирал, на самом деле. Типа, просто, если у тебя начинает пропадать что-то из того, что у тебя есть в теле, значит, все, бля, у тебя пошел обратный отчет. Когда, знаете, типа, стоишь в туалете и такой, «Ну, давай!» Блядь! Работай! Гамутку! Всем привет, с вами Корней. У меня есть одна знакомая. Она со мной общалась еще, ну, со времен, когда я еще вещал на старом, пристаром Мэдисон Фэн, где были все самые крутыши. Илья Мэдисон там, Юра Хованский, был Забура. Я не знаю, может, некоторые знают даже, кто такой Забура. Он уже ищет. Йоу, Забура, если ты смотришь запись, знаю, люди тебя помнят. Начни уже, блядь, хоть что-то делать. Вот. У меня была знакомая из старых времен, и раньше она по ней, ну, знала вообще про YouTube, все, про все эти терки, которые происходят. Но YouTube был меньше. Это было трудно не знать, так сказать. То сейчас она ко мне приходит и говорит, блин, Кось, у меня, короче, мелкая, я хуй знает почему, но она заходит, блин, в комнату и орет, гамункул, гамункул, гамункул. И я вообще не понимаю, чей это такое. Я такой, ты вообще не шаришь, что такое гамункул? Она такая, нет. Я показал ей видео и как бы объяснил, что в комментариях люди начали помогать, они начали писать, типа, во-первых, нужно взять обязательно деревенские яйца, это очень важно. И она мне говорит, подожди, деревенские яйца? Я такой, да. Странно, малая зашла как-то раз в комнату и сказала, Ален, где можно купить свежие деревенские яйца? Вопрос о том, где бы она взяла сперму в 13 лет? Да камон, ее легко взять в 13 лет. Педофилия рулит. Че? Кто рассказал? Йоу, ты что рулит? Педофилия. Йоу, за педофилию? Йоу, педофилия это плохо, чувак. Йоу, знаешь, что реально клево, братан? Поступить в университет, йоу. Легуа, легуа, легуа. Бля, было бы весело, если Ликей так на самом деле говорил в жизни. Думаю, когда Ликей заходит в офис топ-5-5, там царит мертвая тишина. Он ходит такой, типа, и если кто-то нечаянно, вне зависимости от контекста, произнесет слово «Йоу», он такой. Ликей. Ну, Ликей крутой, йоу, топ-5-5 рулит. В общем, здоровье, да. Здоровье, естественно, теряется. Ну, не знаю, с чем это связано. Легонизм. Не, я не пью же. Не пьющий человек. Качественный контент мы снимали по усталости. Здоровье, здоровье. Не знаю, с чем. Возможно, с тем, что я раньше выбивал по 2 литра энергетика в день. Типа, знаете, это странный момент с энергетиками. Вроде как ты пьешь первую банку и такой. Бля, что-то спать охота. Надо выпить еще одну. И, может, станет лучше. Пьешь еще одну. И, типа, бля, что-то теперь плохо стало. Надо выпить третью. И на четвертую уже. Бля, надо было раньше. Это пончлайна обрезать. Бля, пиздец. Орла трех. Инсайды. Будем такие. Всем привет, дамы и господа. С вами Юрий Хованский, Кузьма Гринин, Максим Богачев. И сегодня мы пробуем здоровые супчики. На меня недавно наехал Дмитрий Ларин. Вот это дружно. Нет! Убейте, суку. Ладно, ладно. Она еще маленькая, выросла. На меня недавно наехал Дмитрий Ларин. И меня, на самом деле, это удивляло. И я знаю, многие из вас у меня это спрашивали. И я пытался держать нейтралитет. Ничего не говорить, потому что, бля, я не из тех блогеров, которые любят выносить, там, ссоры из избы или делать из этого хайп. Но, бля, не. Если на меня наезжают в пизду, отвечи на вопрос, именно который всех интересует. Почему же так произошло? Мы с Дмитрием общались достаточно долгое время. Уже, наверное, ну, года два назад мы начали общаться. И да, тогда мне он очень понравился. Как, собственно, и все, на самом деле. Типа, ну, это было не то, что что-то новое. Были до этого школоблогеры. Вот. Но все равно это показалось свежим образом. Человек ему тоже оказался достаточно интересным. Через некоторое время Дмитрий меня забанил. Не сказал никакой причины. И я такой, ну, ладно, окей. Мы не общались с этого времени уже год. И в недавнем времени он начал на меня наезжать. Конкретно начал наезжать на меня в видосах. И я... Я уже говорил, бля, у меня времени столько мало. Я делова человек, занятой пиздец. Вот. И, естественно, я не могу потратить несколько суток ряду на просмотр всех видео, всех трансляций в Перископе, всех стримов на Ютубе Дмитрия Ларина. Это делать Хованский. Но все-таки несколько деньков-то я уделил. На Лубянку везем его, давай. Фалафель-патруль. Кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря. Обидно. Обидно. Трансляция в Перископе. Кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря. Несправедливо. Ларин смотрит Версус. Кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря. Чекс написали. Кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря. Вот последний я на самом деле не совсем понял. Да, бля, и куда нам это было? Бля, ебаный. Мы, бля, ничего не понимаем, нахуй вообще. Незнанный художник. Так. Раньше мы были все крутыми. Типа, когда вещали еще на старом MedofM. Были, ну, как я уже сказал, все самые крутыши в интернете. Я так считаю, я так считаю. Типа старый Мэда Фэм, он правда находил таланты более-менее Но это уже новая волна, йоу Я тебе говорю про старый, чувак Вот, раньше мы все были дико крутыми И типа все наши эфиры выглядели примерно таким образом Бля, вас тоже бестит этот комедий-клаб И все такие, да! Сейчас же, если ты скажешь, бля, вас тоже бестит этот комедий-клаб Ну да Да, пусть, мол, всех бесит отстой, полный отстой И я, я не знаю, в каждом месяце нужно хейтить что-то новое Мы каждый месяц хейтим что-то новое Что мы хейтим сегодня, подписчик? МАКСИМ ТОЛЧИВ Йоу, она продолжает, она продолжает, бля Инд, убей ее, бля Убей ее, Инд Вот Раньше мы все были крутыми, а сейчас Я часто езжу на такси Не потому, что у меня много денег Я на самом деле еще никогда не был в таких долгах, друзья Вроде 200 тысяч подписчиков, но бля Дичил, на данный момент мой тур принес мне минус 5000 В Петербурге будет, наверное, минус 20 где-то Я езжу на такси не потому, что я богатый, а просто потому, что я редко выхожу из дома и поэтому Йоу, ну не зевай, чувак, хорош Я... Такси! Я езжу час на такси и не потому, что у меня нет денег, а просто потому, что я редко выхожу из дома И я, естественно, видел множество различных типов таксистов По типу Есть очень интеллигентные таксисты Мне один раз такой попался Мы говорили с ним всю дорогу, около, наверное, часа или полутора Он оказался достаточно интересным человеком, у которого было несколько высших образований Он очень много всего знал и, типа, он говорит мне в конце поездки Да, бля, такая судьба, иногда приходится идти в такси Но иногда попадаются очень разговорчивые таксисты Особенно я не люблю заказывать такси около кинотеатра Потому что, как только я сажусь, то... Какое кино сегодня смотрели? Хорошее? Думаете, стоит сходить? И как только вы ответили на эти вопросы, вы попались в классическую ловушку таксиста Потому что до конца дороги он от вас не отстанет Он будет... И причем, знаете, таксисты поначалу кажутся очень милыми ребятами Некоторые из них таковые есть Но, типа, мне как-то раз попался таксист И я у него спросил, можно ли курить у вас в машине И в Москве я знаю, что у вас есть такой, типа, курящий салон В Петербурге такого нет, поэтому приходится спрашивать И я спросил, можно ли курить в машине? Он такой, да, конечно, курить без проблем Я такой, блин, классный чувак меня понимает, блин, спасибо ему Вот, и он мне начал рассказывать, что я когда-то тоже курил Ну, вот, недавно я опросил, причем очень легко О, зад... Задвинул небольшую речь такую И я такой, блин, да, надо задуматься о том Ну, типа, бывает такое, слушаешь какую-то хуйню и, типа, ну... Наверное, он прав, бля, раз об этом сейчас говорю И вроде все хорошо, но в конце, блядь, вот стоил, вот стоил ему Ну, и, конечно же, там стало все намного лучше Таксисты Недавно меня один таксист узнал И когда он меня это брал, он такой «Ой, Кузьма, а что ты тут делаешь?» «Так ты живешь на...» «Маршала Брехера, да?» «Поехали, Кузьма, поехали» А какой-нибудь у тебя подъезд Но самый дикий водитель, который мне попадал... Мне недавно... Я, по-моему, ехал с маньячиной, бля Реально был жуткий мужик Я ехал с настоящим маньячиной Он был очень жуткий, но, типа, вначале началось... Ну, вначале, как всегда, я выхожу из парадной и, типа, сажусь В Москве таких слов нет Я выхожу из парадной, как всегда, и сажусь к водителю И, типа, прошу ему, чтобы он заехал в ларек Ну, купить сигареты Я всегда прошу, чтобы он мне... Ну, чтобы мы могли заехать и купить пачку сигарет Он такой «Ну, конечно, мы можем это сделать, но, вы знаете, будет дополнительная плата 10 рублей за ожидание» И обычно... Это нормальная практика Во всех такси это прописано Да, типа, за ожидание нужно доплачивать небольшую денежку Ну, бля, обычно это все компенсируется тем, что у этих уебков никогда нету сдачи, бля Один человек, который ездит в такси, такой «Даааа... гантоны!» Типа, бля, заказ стоя, знаете, там, 325 рубля, а у тебя пятихат. И он такой, у меня нету сдачи. Я такой, а меня это не ебёт. Бля, им нужно перенять принцип доставки, где всегда спрашивают, с какой купюры сдачи, бля, что это вообще за сервис такой? Ну ладно, я типа такой, ну ладно, бля, мудрак ты, конечно, но хуй с тобой. Я зашёл в ларёк, выхожу обратно уже, и типа, я смотрю, он что-то листает, какую-то книжечку в своём такси. Я сажусь, типа, он мне говорит, вот, пункт девятый и пункт семь. За каждое ожидание, типа, дополнительные, за каждую минуту ожидать дополнительные 10 минут. И он начал извиняться передо мной в течение минут 10, наверное. Я такой, бля, хорош, отъебись, дед. Типа, я понял. Мы едем дальше, мы едем дальше, и... Он мне начал рассказывать что-то в стиле, ну вот, я уже старый, у меня двое детей, дедушки, они, конечно, помочь не хотят. По 5000-то всего отослать в месяц дедушке. Дедушке приходится работать на такси. Я такой, окей, это немного личное было. Через некоторое время он... Понимаете, я бы и не надеялся на детей, но я не могу долго работать. Дело в том, что у меня геморрой. И я такой, типа, окей, это было слишком лично. Да вы не переживайте, он не как шишечка. У меня просто венозный узел порвался. И теперь каждый раз, когда я хожу в туалет, стройка крови небольшая идет. В этот момент я такой, какой же ты, мудрак. Ты понял? На этом историю, блядь, не заканчивается. Он... Мы, типа, едем и молчим минут 10. Ну, потому что после такой хуйни как бы наступает... Наступает неловкое молчание некто. Мы едем здесь, он такой... Не люблю ездить с 4 до 6. Я такой, почему? С 4 до 6 иногда хочется прикануть во время дороги. Я такой... Бля, 5.15! Фуры почему-то всегда сворачивают влево. Мы уже почти доезжаем до места, куда я заказывал машину. И он говорит... Знаете, у меня вся машина в ножах. Я коллекционер! Я такой, да, голову детей, ты коллекционер. В конце я не шучу, но говорю... Я очень люблю охотиться, если вы понимаете. Что самое странное, через несколько минут мне начали приходить смс-уведомления о том, что, типа, ваша машина подана. Через несколько минут мне приходит звонок. Здравствуйте, водитель. Обратите, что задержался. Вы выходите или как? Я такой... Блядь! Кажись, сегодня умру. Ну, знаете, в итоге все прошло хорошо. Андрюха оказался очень хорошим парнем. Шаверма-платуль теперь не обходится без этого чувака. Спасибо. Да, да. Так. Фараон очень крутой. Я знаю, это не особо, конечно, густые аплодисменты, потому что все такие, да, он просто понтуется. Нет, фараон очень крутой. Я вот думаю, что если бы мне дали бы возможность увидеться с фараоном, я бы очень нервничал. Я бы такой... Здравствуйте, мистер фараон. Он такой, типа... Йоу! Будешь? Да, конечно. А это что, это... Ой, блядь! Это белая вдова. У тебя кишка, блядь, Сокузьма. И как только я выкурю белую вдову, тут появляется вся эта Настя, блядь. В квартиру въезжает белая Линкольн. Появляется из раковины чувак такой... Ошраны. Приходит Джимбо. Фараон настолько крут, что если бы фараон бы жил в реальности, где мы бы все были бы в фильме 80-х годов американского про школу, фараон был бы настолько крут, что ему даже не приходилось бы играть в футбольной команде. Вот насколько фараон крутой. Он очень крутой. Так, и все, что ли? Решил с айфона теперь ходить модный. Понял, нужно развиваться, нужно не стоять на месте. Фараон очень крутой. Крутейший. Ну, импровизация. Йоу, я на самом деле не приверженник вообще, типа, всех конфликтов и скандалов на Ютубе. Блин, ну, как-то от этого потихоньку устаешь. Типа, нет, это, наверное, самое малость Вильсела, но, типа, в один момент ты такой, да, бля, достало уже. И, типа, мне это сейчас напоминает, что, знаете, какую-то Игру Престолов, бля. Типа... Хованский — это Старк, там, я не знаю. Ларин — это Ланкастер, который решил против всех выйти, бля. Там, не знаю. Виджелинк — это... Виджелинк настолько больной ублюдок, что в любой интерпретации он был бы, наверное, Виджелинком. Я не... Бля, он настолько дикий, он недавно выбежал у чувака с пушкой и откусил ему ухо. Виджелинк недавно избил кресло на стриме, бля. Виджелинку очень крутую. Я бы потусил его с весней. Бля, в Чечне же, бля. По-моему, если бы Джокер пообщался с Виджелинком, он такой, бля, в пизду. Чего это такое, братан? Подарок. Сибирская. Транк? Удачи. А чё там? Откройте. Как и не здесь. Не мать. Думаете открывать? Откройте. Приз! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Оставьте на подарок на Ак-брега. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогой Кузьма, спасибо тебе за твои видео и всё твоё творчество. Я всё. Йоу, знаешь, я оставлю для себя это как что-то личное. Давай, это останется между мной и тобой, и вечерком я прочитаю. Это комментарий всех, ребят. Юра. Все писали. Попробуем, попробуем, и каждое писание. Гадости кто-то писал? В любом один есть. Больше. О, так-так-так, с вами Обер Макс. Надо убить тебя. Бля, ёбаный Стар Рэй, он вообще заебал. Этот ублюдок абсолютно везде. Каждый раз, когда появляются комментарии Стар Рэй, ты такой, ёу, да ты заебал уже, Стар Рэй. Все, даже если бы Стар Рэй приперся ко мне домой, и в одном пакете у него была бы шава, а в другой несколько четких моделей, я бы такой, ёу, иди нахуй, Стар Рэй. Ты всех уже заебал. Москва, спасибо, что вы меня сегодня тепло встречали. Я очень рад, что вы такая лояльная публика. Я ухожу не на большой перерыв, на 10-минутный, и после я выйду и отвечу на ваши вопросы, и мы пофоткаемся, сфоткаемся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok